Путешествие на остров Сокровищ Путешествие на остров Сокровищ Если я скажу, что бедность, то богатство обидится на меня и уйдет навсегда А если я скажу, что богатство, то бедность замучает меня своей ревностью и будет преследовать меня всю жизнь Что же делать? Надо подумать И путник говорит девушкам, вы покрутитесь вокруг меня, я немножко подумаю и решу Стали крутиться вокруг него богатство и бедность Поразмышлял путник, подумал и говорит Ты, бедность, прекрасна, когда я вижу тебя со стороны спины Когда ты удаляешься от меня А ты богатство, просто чудесно, прелестно, когда ты смотришь мне в лицо Когда я вижу, когда ты приближаешься ко мне Так ответил путник, так решил свою проблему Я тоже желаю вам в вашей будущей жизни, когда вы скоро станете взрослыми И постепенно будете зарабатывать деньги Постепенно будете распоряжаться своими деньгами Принимать взвешенные решения И особенность экономических решений Тех решений, которые касаются ваших финансов Они всегда очень сложны И не надо никогда спешить, когда вы принимаете важные решения Всегда подумайте И постарайтесь, чтобы был такой период охлаждения Чтобы покрутились вокруг ваши прекрасные девушки богатство и бедность И дали вам время подумать И когда вы будете принимать более взвешенные решения Я думаю, что у вас все получится Итак, что такое богатство? Вот многие люди стремятся к тому, чтобы быть обеспеченными людьми Чтобы быть богатыми людьми Вот само понятие богатства, оно достаточно сложное И когда мы сегодня будем путешествовать на остров Сокровищ То мы, наверное, под богатством на острове Сокровищ Будем понимать, что это, прежде всего, золотые монеты Это драгоценности, которые мы будем искать Но под богатством вообще понимает счастливую жизнь, наверное И если бы перед вами выступал психолог, а не экономист То он бы вам сказал, что богатство – это когда вы чувствуете себя очень комфортно Когда вы чувствуете себя свободным от внешних неприятностей От рисков, когда вы застрахованы Когда вы можете двигаться вперед И достигать того, что вы наметили в своей жизни Но когда перед вами стоит экономист, как я То мы понимаем более конкретные вещи И давайте с вами договоримся, что в этой игре под богатством Мы будем понимать такое понятие, как чистые ваши активы То есть ваши активы за вычетом ваших обязательств Опять я чуть-чуть усложняю жизнь И мы начинаем думать, а что же такое активы Сейчас мы чуть-чуть разберем, что такое активы То, что мы должны иметь, чтобы быть счастливыми в этой жизни И сразу перейдем к игре То есть такое небольшое понятие введем Чтобы понимать, о чем идет речь Чтобы мы говорили на одном языке Вот на этой картиночке я хочу вам показать Что активы вообще это такие ценности Которые есть у нас Которые нас делают счастливыми И иногда они представляют собой пассивный доход То есть они работают на нас без нас Бывает и такое Давайте с вами посмотрим, какие они бывают Ну, прежде всего, это наличные Это деньги Это, например, золотые монеты Которые мы сегодня будем искать Ну, золотые монеты Это деньги, которые были в древности, скажем так Сейчас деньги имеют другое содержание Далее Это банковские счета Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь У вас у всех есть банковские карты Например, даже те, которые привязаны к картам ваших родителей И вы все легко и быстро расплачиваетесь ими Или даже они привязаны к сотовому телефону Иногда мы расплачиваемся с помощью сотового телефона Далее Есть физические активы Это тоже наше богатство Которое мы получаем в течение жизни То есть Вот если Что касается денег Это наши быстрые решения То есть мы их быстро можем получить Вот что касается физических активов Которым относятся Ну, например, наша недвижимость Наши квартиры Наши дома Которыми мы владеем Наши земельные участки Наши автомобили Все это приходит к нам с течением времени Ну, может быть, среди вас есть такие счастливчики Которые получили что-то в наследство от ваших бабушек Ну, тогда вы вполне застрахованы уже сейчас От неприятностей внешней жизни Далее Есть еще нематериальные активы И вот в то время В которое вы вступаете А именно Сейчас мы переходим В такой интересный этап развития экономики Который многие экономисты называют Креативной экономикой Постиндустриальной экономикой Вот очень важны нематериальные активы Что же это такое? Это то, что Что-то такое невидимое Но которое приносит вам доход Может приносить вам доход И рассуждая на предмет креативности вашей То вы вполне сейчас можете Предлагать различные идеи новые Или, например, сочинять классные стихи И писать музыку И все это при прохождении определенных этапов оформления Может получить вид интеллектуальной собственности И вот интеллектуальная собственность Это ваши патенты Это ваши патенты Это ваши изобретения Это ваши авторские права На различные творческие продукты Это как раз и представляет собой нематериальные активы В будущем, вот не столь отдаленном И даже сейчас Ну, все более Все больше они ценятся Потому что люди Многие Ну, постоянно Пользуясь там сотовым телефоном Постоянно общаясь И залипая в социальных сетях Они хотят Такого эмоционального насыщения И больше живых эмоций И поэтому Вот именно такая креативность Интересная жизнь Она обеспечивается за счет Интеллектуальной собственности Все больше и больше Будут цениться И будут иметь вес Нематериальные активы Есть еще один вид богатства Ну, который мы, к сожалению, сегодня не будем искать Может быть, в следующий раз мы поиграем с вами На нашем острове сокровищ Это цифровые активы И я думаю, что вы знаете На что я намекаю Ну, например, это криптовалюты Криптовалюты Это очень интересная тема для поиска И я не хотела вот ее сегодня включать Я хочу отдельно с вами на эту тему поговорить Сложная тема Имеющая очень большую перспективу Для повышения своей роли Значимости Потому что криптовалюты Используют Самые современные технологии Их называют сквозные технологии Это очень удобно Это очень быстро Это надежно Это классно И, наконец, еще важной частью вашего богатства Является ваш бизнес Если вы талантливый человек А я надеюсь, что многие из вас являются талантливыми людьми И вы с детства любите не только зарабатывать деньги Ну, и приумножать их То есть вы можете их инвестировать Вкладывать в какие-то проекты И зарабатывать при этом И вы получаете от этого удовольствие Значит, у вас есть предпринимательские способности У вас есть предпринимательская жилка И если это так То, пожалуйста, мы можем еще с вами научиться И вы можете развивать свои способности У вас будет свой бизнес Свое дело Своя фирма И вот своя фирма Приносит человеку очень большой достаток Который называется прибыль Который на порядок Иногда даже и больше превосходит В заработную плату наемных работников Поэтому, вот если вы лидер Если вы много знаете Если вы не против поработать Повкалывать ради своего бизнеса То вы будете иметь свой бизнес Свою фирму А может быть даже и несколько И это тоже ваше богатство Это ваши бизнес-активы Я думаю, что мы с вами поняли Что такое богатство И к чему мы должны стремиться Чтобы быть свободными людьми И сейчас мы с вами будем путешествовать На остров сокровищ Итак Еще такое маленькое отступление Вот это то, к чему мы будем с вами стремиться Это тот большой запас золотых монеток Которые мы сейчас с вами будем накапливать Это наше богатство Вот еще такое маленькое-маленькое отступление Смотрите Вот то, что вы видите перед собой Это действительно богатство Мы с вами говорили об этом И вот тут я еще показываю Такой чудесный кран золотой Из которого падают монетки Вот хочу сказать, что есть Когда человек получает наследство какое-то Или он становится богатым человеком Благодаря, например, своим родителям То он прекрасно понимает Что богатство надо сберегать и приумножать Что вот наряду с таким краником Который представляет собой доход Это такой поток активов То есть когда у вас есть своя фирма Или вы получаете зарплату Вы планируете свои финансы То у вас есть такой доход постоянный Который накапливается, накапливается, накапливается Ваши богатства растут Еще один краник такой я не показала К сожалению, есть такая вороночка Которая, по которой деньги от нас уходят Это наши расходы Так вот, если мы будем с вами финансово грамотными людьми То мы сможем сделать так Чтобы наши доходы превышали наши расходы Чтобы то, что мы зарабатывали Всегда превосходило то, что мы тратим И вот эти сбережения с течением времени Мы будем накапливать Мы правильно будем анализировать Куда уходит По каким направлениям уходит наше богатство Вот вовремя будем сокращать вот эту вороночку утечек И у нас будет образовываться сбережение Вот эти сбережения при правильном распоряжении Распоряжение ими Например, мы будем планировать свои сбережения То есть часть, например, мы будем размещать на депозите Часть мы будем инвестировать в свой бизнес Часть мы будем использовать для приобретения золотых монет Вот это приведет к тому, что наши богатства То есть смысл заключается в том, что нельзя класть все яйца в одну корзину И я не случайно вам показала активы Вот на предыдущем слайде Посмотрите, пожалуйста Мы не будем накапливать свое богатство только в виде наличности Или только на банковских счетах Мы будем постепенно выберем то, что нам нравится И будем вкладывать свои сбережения в разные виды активов И таким образом мы будем диверсифицировать свои Ну, слово такое умное Диверсифицировать свои сбережения, накопления И будем страховать свои риски И действительно будем обеспеченными людьми Так поступают все богатые люди Будем учиться у них Итак, вперед наше путешествие на остров Сокровищ Когда вы сейчас пришли ко мне на лекцию И я надеюсь, что мы еще с вами встретимся И вы сейчас учитесь в школе Потом будете поступать в университет То перед вами вы получаете знания о том, как стать обеспеченным человеком Как надо распоряжаться своими финансами, чтобы добиться в жизни успеха И вот таким образом мы с вами имеем перед собой карту сокровищ То есть наши знания, которые мы сейчас получаем и в школе И вот на дополнительных занятиях Это наша карта сокровищ Мы сейчас с помощью вот этих знаний С помощью вот этой карты будем отправляться в очень интересный мир Экономики, финансов Для того, чтобы стать более богатым человеком Итак, мы получили эту карту сокровищ Изучаем ее потихоньку И начинаем думать Вот прежде чем отправиться в такое путешествие В экспедицию морскую за сокровищами Мы должны иметь первоначальный капитал Потому что арендовать корабль Потому что получить команду Нанять команду Взять с собой провиант Мы должны иметь определенные деньги Мы должны иметь первоначальный капитал И вот когда мы будем думать о том Где мы его сможем взять Мы должны представить вот такую картину Что да, у меня есть собственные сбережения Свои личные финансы Пусть небольшие Но мне их не хватит То есть источником финансирования экспедиции Является собственный капитал Да, он у меня есть Мне его не хватит Поэтому я начинаю думать А где же вот еще Где я могу привлечь капитал И когда я буду думать об этом То я, наверное, подумаю о том Что вот есть такие финансовые организации Банки Или есть ростовщики В прошлом они были вместо банков Я, наверное, могу взять у них суду Получить кредит И есть у меня еще такие богатые люди Такие отзывчивые люди У которых я тоже Которые могут со мной поучаствовать Финансово в моей экспедиции Это такие инвесторы Риск инвесторы И таким риск инвесторам у меня будет пират Пират инвестор И если мы пообщались Узнали, сколько стоит наше путешествие Наша экспедиция Мы узнали, что вот зафрактовать корабль И посчитали все наши издержки на еду На зарплату команде У нас получилось 25 тысяч денежных единиц Вот У нас 5 тысяч денежных единиц есть И мы сейчас будем думать о том Что вот 10 тысяч денежных единиц Это будет размер нашего кредита И 10 тысяч мне одолжил Вот такой старый пират Сильвер его зовут Он тоже поедет с нами в путешествие Пират инвестор Тоже вот он инвестировал Финансировал на 10 тысяч денежных единиц И такие цифры ровненькие взяла Чтобы нам с вами было легче потом думать Вот как делить клад Как делить богатство Итак, 5 тысяч денежных единиц Это наши 10 тысяч я буду брать кредит Или суду у ростовщика И есть у меня еще инвестор 10 тысяч денежных единиц Дело в том, что Это все хорошо Но мы должны понимать, что Деньги, которые мы получаем От чужих людей, скажем так Или от посторонних организаций Они никогда не даются нам даром Вот когда мы берем суду у ростовщика Или когда мы берем кредит То всегда нам придется отдавать эти деньги с процентами Никто не хочет работать даром в экономике Так же как и пират инвестор Он нам тоже одолжит 10 тысяч денежных единиц Но, к сожалению, он нам скажет Что раз я профинансирую твою экспедицию То я хочу иметь долю в кладе, которую мы с тобой найдем И вот нередко они нам говорят, что я хочу больше половины клада Чтобы мне принадлежало И тогда мы будем торговаться И с пиратом Что очень сложно И мы будем думать о том Где найти ростовщика Торговаться с ростовщиком Или где найти более дешевый кредит Более дешевую организацию Как мы с вами будем сейчас это делать? Мы с вами будем сейчас решать загадки И вот когда мы будем с вами решать загадки Они все будут на финансовые темы На экономические темы В зависимости от того Сколько мы правильных ответов получим Значит мы абсолютно грамотные люди Финансово, которые могут торговаться И в зависимости от этого Размер кредита Вернее, процент по кредиту Или доля инвестора у нас будет меньше То есть наша задача сейчас отгадать Как можно больше загадок С тем, чтобы мы наиболее выгодные условия Финансирования нашей экспедиции имели Итак, мои хорошие Сначала мы с вами будем отгадывать загадки На тему кредит А потом кейс у нас будет инвестор Ну поехали Итак, вот первая загадка Первая такая шарада Возьми ты первую из нот И к ней прибавь ты слово ход Получишь то, о чем мечтает Тот, кто свой бизнес начинает Вы сейчас вот это вот слово, которое отгадаете Вы напишите себе на листочке Напишите себе на листочке Такой, и вот столбиком Вот сейчас четыре слова напишем столбиком Я думаю, что вы слово уже это отгадали Да? То есть легкое Вот на экономические темы Отгадки на экономические темы Или вторая у нас загадка Тоже по кейсу кредит Тимофей носки связал Дальше Еще одна загадка для кредита Угадай, кто как зовется Что за деньги продается Это не чудесный дар А просто-напросто Так, подумайте, что у нас за деньги продается Написали слово Написали Это третье слово, которое вы уже должны написать И четвертое загадка Чтобы продукты потреблять В платьях ярких щеголять Чтобы вкусно есть и пить Надо все это Так, написали слово Что нужно сделать, чтобы все это иметь Нужно все это Написали Так, молодцы, мои хорошие Это говорит о том, что спорить с ростовщиком Что искать кредитную организацию дешевле Мы с вами можем Потому что мы финансово подкованы Дальше Теперь мы с вами будем разговаривать с пиратом-инвестором И торговаться с ним Чтобы он меньше претендовал на долю финансирования Итак Смотрите, загадка какая Судно по озеру плывет И тяжелый груз везет Тяжелое такое судно Которое возит тяжелые грузы Но стоит букву заменить Так можно акции купить Акции купить Вот подумайте, где люди покупают акции Где вы будете покупать акции Например, куда вы обратитесь Когда у вас будут сбережения Где акции люди покупают Написали слово Молодцы Дальше Есть еще такая одна загадка Второе слово Вот что будет, если мы соединим баран и крот И букву И вот слов Ра исключим Какое получится слово Напишите, пожалуйста Это тоже экономическое слово Так И осталось совсем чуть-чуть Посмотрите, пожалуйста, еще одна Загадка капля Капля плюс Италия Кое-что мы тут лишнее удаляем И получается очень важное слово Чтобы быть богатым человеком Вот, посмотрите Что-то я там исключаю Получаю очень важное слово Так И последнее слово Опять же шарада Давайте с вами посмотрим Что получится, если соединить рак, цитрус и я И кое-что удалить Посмотрите, пожалуйста Кое-что удалим Так Написали слово То есть у вас получается 4 слова для кредита И 4 слова для инвестора Написали А теперь я сейчас вам покажу ответы Посмотрите, пожалуйста Сколько у вас правильных ответов Сколько у вас правильных ответов Вот кейс-кредит Посмотрите, что у вас сошлось И кейс-инвестор Что у вас сошлось Посмотрите Вот Напишите себе цифру Там 3 правильных ответа Или там 2 правильных ответа Это игра, моя хорошая Не расстраивайтесь Мы с вами еще будем много заниматься Чтобы вы стали финансово грамотными людьми Так А теперь посмотрите Напишите себе рядышком Вот какой процент по кредиту у нас будет Какая у нас суда И какую долю себе заберет пират-инвестор В зависимости от количества правильных ответов Ну, например Если у вас все правильные ответы То по сути будет 7% А доля пират-инвестора всего лишь 20% Написали Я думаю, что вы успели Еще раз вернемся Посмотрите Вот запишите, пожалуйста Чтобы мы дальше делили клад с вами Какой у вас процент по кредиту И какую долю клада заберет себе пират-инвестор Так, записали Итак, у нас есть финансирование нашей экспедиции И мы отправляемся на остров Сокровищ Вперед Плавание Такой классный корабль Мы арендовали Такая у нас классная команда Но команда непростая Как покажет время Команда непростая Итак, поплыли Бурное море На остров Сокровищ И когда мы будем с вами плыть То нас будет подстерегать много опасностей Всякое такое кругосветное путешествие Полно опасностей Поэтому нам придется Не просто вот в этом путешествии Нам придется еще принимать важные решения Итак, вот мы смотрим на карту Сокровищ И смотрим, что у нас будет несколько остановок Таких остановок у нас будет 3 Где мы должны будем с вами опять принимать решения Чтобы добиться клада Итак, посмотрите, у нас будет аж 3 остановки Во-первых, мы должны Мы будем и встретимся с пиратами А затем у нас еще попугай Мы попугая будем обращаться Чтобы он нам покажет Правильную дорогу к кладу А попугай за это тоже С нас потребует отгадать Загадки Определенные И еще у нас будет такой старый пират Сильвер Мы сначала думали, что он наш друг Но, как оказывается, он нам и не совсем друг Итак, поехали Итак, Сильвер нам будет сейчас загадывать Валютные загадки Он же пират Вот И вот этот вот старый пират Он нам захватил нашу карту Мы подружески ему показали Он нам говорит Вот Я тоже хочу Вообще, эта карта моя И Как бы я вообще без тебя могу Разыскивать Вот Клад Поэтому Вот Давай я тебе загадки загадаю Если ты отгадаешь То Я возьму тебя в долю То есть бывает и такое Бывает предательство В наших поисках клада И вот он нам загадал такие загадки Смотрите Вот он нам начинает перечислять страны Это Казахстан Киргизия Латвия Литва Молдова Туркменистан Китай Украина Эстония Беларусь Всего 10 стран И вот он говорит Что есть Такие названия валют И он нас просит Скажи, пожалуйста Вот В какой стране Какая валюта Отгадай И вот в зависимости от того Сколько мы правильных сочетаний найдем То есть какая У какой страны Какая валюта Столько и будет у нас Монет Столько монет Мы заработаем с вами Потому что за каждую Правильный ответ Он нам будет давать пиастры Пиастры Давайте с вами подумаем Какая валюта В Казахстане Вот прям себе запишите Вот в Казахстане Как называется валюта Выберите себе из 10 Или в Киргизии Как называются киргизские деньги Напишите себе, пожалуйста Вот Литва Посмотрите, пожалуйста Что очень похоже По названию есть В валютах В названии валют Или там, например, в Латвии Посмотрите То же самое Так, Латвия То же самое Вот посмотрите Очень красиво называется Прям похоже на название страны Вот Украина Я думаю, украинские деньги Тоже вы все знаете Белорусские деньги Тоже вы все знаете Как называется Напишите себе Правильное сочетание Как вы считаете нужным И сейчас мы с вами будем От Сильвера Получать пиастры Пиастры Если вы что-то не знаете Ну ничего страшного Мы с вами потом Эти пиастры еще получим Так Я думаю, что вы успели Надеюсь на это Больше сочетаний у вас Так Сильвер, конечно, не хочет С вами делиться Но мы сейчас его победим Итак, мои хорошие Смотрите Вот это правильные ответы Посмотрите, пожалуйста Посчитайте Сколько вы пиастров заработали Сколько правильных сочетаний Из десяти Вы нашли Вот Ну, например Белорусская валюта Это рубль Казахстан Тенге Давайте с вами прочитаем Чтобы вы успели Киргизские суммы Латвийские латы Литовские элиты Молдова Лей Токменистан Монат Украина Гривна Эстония Крона Китай Юань Я думаю, что вы Почти все угадали Название валюты Сильвера И что мы делаем Мы себе Пишем Вот это Наше сокровище Уже начинает Накапливаться Давайте с вами Напишем Сколько Монеточек Пиастров Золотых монет Мы уже с вами Заработали Напишите себе Первую загадку Первую остановку Мы сделали Сколько у нас Монеточек Десять Там восемь У вас получилось Напишите Сколько Монеточек У вас уже есть Сколько у нас На первой остановке Есть Написали Так Еще Когда мы плаваем То мы Когда нанимали команду На наш корабль То мы думали Что мы набирали Очень добропорядочных людей Что у нас Сильные матросы Опытные очень матросы Но Как оказалось Когда мы стали Оказались В открытом море То вот Многие из членов команды Оказались пиратами И что хотят Эти пираты Пираты хотят От нас избавиться И захватить Весь клад себе И поэтому Сейчас мы тоже Будем общаться С этими пиратами Финансового моря Так Чтобы Ну Чтобы Как Чтобы их победить Вот чтобы они Не смогли Нас Победить Чтобы они Не отняли Он на склад Хочу Вам сказать Что Я Загадки Которые мы Сейчас с вами Будем отгадывать Сделала Современными Вот Потому что Я думаю Что это будет Более интересно Ну Мы же Живем С вами Не в средние века Вот И мы живем С вами В современной Экономике И живем По своим Законам И я думаю Что Вот решать Более актуальные Финансовые Загадки Пытаться бороться С современными Финансовыми Мошенниками Это более актуально Поэтому Вот не удивляйтесь Что загадки Будут современные Вот Итак Я сейчас Отойду немножко В сторону Чтобы вам Легче Было Загадывать Эти загадки Итак Вот Речь В этих загадках Идет О ваших Современниках То есть Даже может быть Это Люди Дети Вернее Ваши ровесники Итак Олегу Позвонили Представились Работниками Банка Назвали Его имя И последние Цифры Карты И попросили Назвать Код из СМС Который Пришел Во время Звонка Всего лишь Олег назвал Этот код И вдруг Через несколько Минут С его Счета Пропала Крупная Сумма Денег Олег Позвонил В банк И потребовал Вернуть Деньги Но К сожалению Банк Отказал И посоветовал Обратиться В полицию И вот Вопрос Кто прав Вернет Ли Олег Деньги Или нет Или все-таки Олег Думает Что он Прав Потому что Он не виноват Вот всю Ответственность Должен Нести Банк Он же Ничего Такого Плохого Не делал А вот Есть еще Одно Мнение И когда Олег Обратится В банк В банке Ему Скажут Что Олег Не должен Называть Код Из СМС Сообщения Так как Это Противоречит Правилам Пользования Банковской Карты Я не буду Спешить Я хочу Чтобы вы Подумали Я там Несколько Минуточку Вот Чтобы вы Подумали Подумайте Пожалуйста Итак Что Вам Просто Позвонили По телефону Сказали Что Это Банк Например По 900 Вам Позвонили Вас Назвали Про вас Все Знает И ваше Имя И вашу Фамилию И Последние Цифры Карты Ваши Знают Вот И попросили Всего лишь Назвать Код Из СМС Так Подумайте Кто Виноват Банк Или Все Так Олег Был Неправ Так Давайте Немножко Подумаем Так Подумали Значит Как Как Мы С вами Постопим Давайте Так Вы Себе Ну Как Подумайте Правильный Ответ Слева Или Правильный Ответ Справа Вот Вот Ну Как Поставьте Для Себя Галочку Так Вот Слева Или Справа Просто Вот Левая Рука Правая Рука Так Решили Какой Правильный Ответ А теперь Я покажу Вам Правильный Ответ Немножко Поэтому, когда нам звонят по телефону, и все про нас знают, и даже звонят по телефону с номером банка, то мы не должны, желательно вообще ничего не говорить и не отвечать. Желательно сказать таким звонящим, что вы перезвоните позже, и положить трубку, и чтобы понять, кто вам звонил, можно перезвонить в банк и спросить, что им нужно от вас, почему они вам звонили. Ну, еще такой совет вам, хочу сказать, что из банка вам практически никогда не звонят, и не пишут, очень редко пишут какие-то сообщения, поэтому желательно с такими абонентами вообще не разговаривать. Не пытайтесь их переиграть, потому что это такие очень хитрые финансовые пираты, мошенники, которые, к сожалению, очень хорошо образованы, и они владеют определенными технологиями социальной инженерии, которые изучают в университете. Мы своих студентов тоже обучаем технологиям социальной инженерии, потому что я, например, работаю на кафедре менеджмента и маркетинга. Мы учим студентов, но, если честно, мы учим студентов наших использовать вот эти технологии во благо, для того, чтобы им легче было управлять людьми, и чтобы трудовые коллективы добивались успеха, были эффективными на рынке. Но финансовые мошенники, финансовые пираты, они используют эти деньги, вернее, эти технологии для того, чтобы завладеть нашими деньгами. Поэтому мой вам совет, никогда не разговаривайте по телефону с финансовыми мошенниками, не всегда вас переиграют. Итак, мы с вами договорились. Итак, если вы правильно ответили на вопрос, то пять золотых монет, пять пиастров ваши. Напишите их себе в копилочку. Пять золотых монет мои. Напишите цифру пять. Это в первой загадке. Таких загадок у нас, по-моему, пять будет. Пять. Итак, дальше, следующая загадка, которую нам задает еще один финансовый пират на нашем корабле. Иван Владимирович открыл в банке вклад в золото. Через 15 месяцев у банка начали отзывать лицензии. И переживая за свой вклад, Иван Владимирович решил его закрыть. В банке ему сказали, что на данный момент, поскольку идет отзыв лицензии, золота мало. И золото невозможно вернуть. Поэтому банк может выдать Ивану Владимировичу вклад в серебро. И вот вопрос, имеет ли банк право на такую операцию? Какие у нас есть варианты решения? Всего их два. Нет, не имеет. Банк не вправе возвращать вклад в драгоценных металлах другим драгоценным металлам. И второй вариант ответа, да, имеет. То есть банк может выдать вклад другим металлам при отсутствии золота на данный момент. Вот когда мы с вами говорили, вы пока думайте, а я немножко прокомментирую, что здесь за загадка, которую задали финансовые пираты. Во-первых, хочу сказать, что мы с вами плаваем в очень непростом океане, можно сказать, финансовый океан знаний. И на каждом пути нас подстерегают опасности, риски. И хочу сказать, что есть такие очень опасные рыбы, рыбки, или даже рыбища, которые плавают вот в этом финансовом океане. И такие акулы финансовые – это банки. Вот хочу сказать, что крупные финансовые организации, они тоже не всегда честны с обычными людьми, с потребителями, что нередко опасности мы можем попасть в пасть вот таким финансовым акулам. Поэтому, когда мы обращаемся в крупную финансовую организацию, то заведомо мы очень уязвимы. Поэтому, когда вы заключаете договор финансовый с таким гигантом, зубастым, который стоит перед вами, то желательно с собой взять какого-то грамотного финансового человека, который имеет опыт большой. Либо, если вы смелый человек, решительный человек, и хотите сделать все сам, то, пожалуйста, очень внимательно читайте финансовый договор. Вообще, по жизни я бы советовала вам всегда внимательно читать финансовый договор от начала до конца. И особенно обращать внимание на то, что написано мелким шрифтом. Потому что иногда это делается заведомо специально, чтобы вы не разглядели существенные условия договора, хотя за это финансовых окул наказывает регулятор. Но все-таки такие злоупотребления есть. Поэтому, я не знаю, возьмите с собой лупу. Или не спешите заключать финансовый договор, потому что, когда вы приходите в банк, от вас не требуется минутного подтверждения вот этого договора. Помните, я вам начала рассказывать, что когда вы принимаете экономические решения, то, пожалуйста, не спешите. Поэтому мы берем с вами финансовый договор, изучаем его тщательно, советуемся с другими более опытными людьми и после этого подписываем, либо не подписываем. То есть не подписать договор финансовый, ничего такого сложного или неприличного нет. Наоборот, мы защищаем свои пиастры, мы защищаем свое богатство. Итак, я думаю, что у вас хватило время подумать. Поэтому, посмотрите, пожалуйста, правильный ответ. Банк не имеет права возвращать вклад в драгоценных металлах другим драгоценным металлам. То есть если вы открывали банк, в банке вклад в золото, у вас есть финансовый договор, в котором написано, какой вид драгоценного металла вы инвестировали в свои денежные средства, то значит и золотом, золотыми монетами вам должны вернуть, вернуть ваш вклад. Вот, не соглашайтесь на какие-то другие условия. Они будут для вас заведомо непривлекательными, скажем мягко. Итак, смотрим, сколько золотых пиастров мы с вами заработали. Если вы правильно ответили на вопрос, то еще пять пиастров это ваши. Пять пиастров мы еще с вами заработали. Складываем их себе в копилочку, складываем их себе в ящичек. Дальше. Еще одна загадка. Еще один финансовый пират нам встретился на корабле, который пытается нас обмануть, который пытается большую часть, в общем, претендовать на часть клада на острове сокровищ. И он тоже поставил перед нами такой вопрос. Максим решил, что выгоднее всего открыть вклад в филиале российского банка, который находится за границей. Например, в Китае или, например, в Казахстане. Будет ли застрахован его вклад агентством по страхованию вкладов Российской Федерации? Я сейчас немножко поясню, что здесь имеется в виду. Действительно, если мы берем российские банки, например, СПЕР, ВТБ и другие, то они могут иметь филиалы в других странах. Вот примеры я вам уже привела. А что значит и для чего агентство по страхованию вкладов Российской Федерации страхует вклады? Дело в том, что... Помните, я вам говорила, что банки – это такие акулы, которые плавают в финансовом море. И вот иногда у банка отзывают лицензию, или такие акулы идут ко дну, то есть они банкротятся. И когда они идут ко дну, то чаще всего они увлекают за собой и наши вклады, то есть хотят идти на дно вместе с нами. Наша с вами задача – сделать так, чтобы мы от них вовремя отсоединились, отключились. Поэтому наша задача – удержаться на поверхности, изберечь наше сбережение. Поэтому предусмотрено законодательством Российской Федерации, что, что бы ни случилось с банком, с этой акулой финансового мира, море, миллион четыреста рублей всегда будет возвращена вкладчикам. И в случае банкротства банка вот эти деньги вкладчикам будет возвращать агентство по страхованию вкладов Российской Федерации. Миллион четыреста – это такая несгораемая сумма. Так вот, если филиал банка находится внутри России и за рубежом, как будет работать этот механизм? Вопрос в этом заключается. И у вас есть два варианта ответа. Что если Максим хочет открыть вклад в филиале, который за границей, то его вклад не будет застрахован. Первый ответ – нет. Даже несмотря на то, что банк российский, вклад все равно не будет застрахован. Ну, почему не будет застрахован? Потому что он находится за пределами Российской Федерации, где законы Российской Федерации не работают. И второй ответ – да. Ведь банк российский, а значит, вклад будет застрахован. И это второй ответ, то есть прямая противоположность. То есть в чем суть ответа? Вернет назад в случае банкротства или отзыва лицензии Максим миллион четыреста или не вернет? Или не вернет? Все-таки миллион четыреста – большие деньги. Поэтому давайте подумаем, какой же здесь будет верный ответ. Я не буду спешить. Подумайте, пожалуйста. Зато теперь вы знаете, какие есть агентства, какие есть механизмы по защите интересов вкладчиков. Знаете, какие вы становитесь крутые пираты. Итак, смотрим, правильный ответ – нет. Правильный ответ – нет. Даже несмотря на то, что банк российский, все-таки вклад не будет застрахован, потому что, еще раз повторим, за территории, за границей Российской Федерации российские законы не работают. Поэтому, если Максим откроет вклад за границей, он может потерять все свои деньги, и миллион четыреста ему не будет возмещен. Так, мои хорошие, еще две загадки. И мы с вами победим финансовых пиратов. Дальше. Еще одна загадка. С банковского вклада, ну, скорее всего, пожилой женщины Марина Ивасильевна пропала крупная сумма денег. Но самостоятельно она не может связаться с банком и лично прийти в отделение. Вопрос. Могут ли ее родственники в обычном порядке узнать, куда ушли деньги со счета, если у них нет доверенности? Варианты ответов. Да, могут, поскольку Марина Ивасильевна самостоятельно не может сделать запрос, банк может предоставить информацию ее ближайшим родственникам, например, детям. И второй ответ, к сожалению, не могут. Банковская тайна может быть раскрыта либо владельцу счета, либо представителю владельца счета только по доверенности. Подумайте, пожалуйста, пока вы думаете. То есть первое слева у вас вопрос да, вернее ответ да, и с правой стороны у вас ответ нет. Вот в этом вопросе, к сожалению, мы сталкиваемся с еще одними такими видом мошенничества или финансового пиратства, когда наиболее уязвимыми становятся пожилые пожилые Почему? Потому что они очень часто незнакомы с цифровыми технологиями, им трудно ориентироваться во всех механизмах и достижениях современной финансовой системы. Более того, это люди, которые большую часть проводят дома, наедине и мало общаются, поэтому я вас призываю больше любите своих бабушек и дедушек, больше рассказывайте им про криптовалюты и про другие интересные удобства, которыми вы сами пользуетесь. И еще звоните им почаще, чтобы они меньше говорили с различными финансовыми мошенниками, потому что, к сожалению, для таких людей нет ничего святого, они могут вполне использовать пожилых людей для собственного обогащения или для других весьма неприглядных целей. Поэтому вот вопрос, я думаю, потихонечку вы отвечаете. так, ответили. Смотрим правильный ответ. Итак, к сожалению, если у вас нет доверенности, то вы не можете помочь вашим родственникам ближайшим, им только сам человек может самостоятельно решать свои проблемы, потому что есть такое понятие в экономике и финансах, как банковская тайна. Во все времена и в средние века, и в условиях современного мира, современных финансов банковская тайна – это важнейшее понятие, важнейшая категория. Раскрывать банковскую тайну не имеет ни один банк, и по его отношению судят о надежности банка, это имидж банка, поэтому сколько денег на счету, как вы пополняете счет, кроме вас никто не должен знать. Это такое важнейшее понятие, важнейшая категория финансового мира – банковская тайна. Я не могу вам обещать, что все банковские тайны будут, все банки придерживаются вот этого правила, есть прецеденты, когда банк раскрывает банковскую тайну, например, гос государственным органам бывает такое, но это бывает в исключительно редких случаях, в исключительных случаях, скажем так. Надеюсь, вас минет эта участь. Так, молодцы, мои хорошие, смотрите, если вы правильно ответили, еще раз посмотрите, сколько пиастров вы заработали. Пять пиастров. Итак, это еще раз четвертая загадка, она сложная, и каждый раз, если вы правильно отвечаете, то мы каждый раз зарабатываем по пять пиастров, пять золотых монет. Следующая загадка, последняя, мы встретили самого такого опасного пирата, финансового, этот опасный финансовый пират называется микрофинансовой организацией. Микрофинансовой организацией, это такие не крупные акулы, но это такие хищники, которые очень часто встречаются в море, которые приносят нам массу неприятностей, потому что они очень хитры и предлагают очень быстрые деньги, и вы можете, например, иметь только паспорт и быстро получить деньги, какие хотите, но, к сожалению, это очень хитрые, опасные хищники, которые потом будут требовать с вас гораздо больше суммы, чем одолжили вам, и для этого будет использовать целую армию людей, которые будут вам досаждать, вам и вашим родственникам, выбивая с вас эти долги. Это вот такие, не знаю даже, как их сказать, но это не крупные хищники, не крупные акулы, а такие, не знаю, средние такие осьминоги, которые вот с щупальцами везде вас будут преследовать, опутывать вас будут с щупальцами, очень внимательно к ним относитесь. Я бы, если честно, посоветовала вас, вам обходить их стороной, оплывать вот эти микрофинансовые организации. Я думаю, что быстрые деньги, такие вот маленькие такие офисы, быстрые деньги вы встречаете очень часто на каждом шагу, поэтому вот совет мы обплываем. Дальше, вот загадка от этих осьминогов финансовых. Максим, озабоченный вопросом выгодного вложения накопленных средств, ведет рекламу вкладов микрофинансовой организации по очень хорошей выгодной ставке 15% от 200 тысяч рублей. Но у него есть хороший друг Коля, которому говорит, что это мошенники, это пираты финансовые. Максим не согласен, но он очень хочет быстро заработать хорошие деньги, почему бы не рискнуть? И вопрос, кто прав, Коля или Максим? Первый вопрос, первый ответ, прав Коля. Такие небольшие суммы не могут быть вкладом в микрофинансовые организации. А с правой стороны у вас прав Максим, микрофинансовые организации может привлекать вклады от физических лиц любого размера, но они не подлежат обязательному страхованию. Посмотрите, пожалуйста, вот стоит ли Максиму вообще вкладывать свои деньги в микрофинансовую организацию, или все-таки это финансовые хищники, финансовые осьминоги, которые поглотят деньги Максима, и он ничего не получит, просто потеряет деньги. Так, думаем, думаем, так, чуть-чуть мы время дадим, а теперь правильный ответ. Итак, смотрим, вот у нас есть очень хорошая пословица не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Иногда друзья нам советуют очень правильные вещи, поэтому прав Коля, потому что микрофинансовые организации по законодательству нашей страны не могут принимать вклады менее полутора миллионов рублей, а Максим хочет вложить 200 тысяч, 200 тысяч, гораздо меньше, чем полутора миллионов рублей, то, что намеревается сделать микрофинансовая организация противоречит законодательству Российской Федерации, поэтому скорее всего это мошенники, это все-таки финансовые хищники, поэтому связываться с ними не стоит, и поэтому если вы правильно ответили на этот вопрос, 5 пиастров ваши, 5 пиастров ваши, молодцы, молодцы, я надеюсь, что когда мы с вами теперь встретились, прошли испытания и старого опытного пирата Сильвера, и финансовых пиратов, вот отгадав их загадки, то мы с вами в копилочку мы максимально могли положить там 25 золотых монет, потому что у нас было 5 загадок по 5 пиастров каждая, поэтому вторая наша остановочка могла нам заработать 25 пиастров, напишите пожалуйста, если вы отгадали 4 загадки, то соответственно у вас 20 золотых монет, 20 пиастров, напишите себе пожалуйста цифру, размер вашего дохода, который вы получили, вот то, что мы сейчас описываем, вот первый ящичек, второй ящичек, это все размеры нашего дохода, 20 пиастров, 25 пиастров, напишите себе, написали, 3 остановка, мы с вами путешествуем по острову, ищем сокровища, и вот перед нами попугай-финансист, вот он ему скучно, он знает дорогу и говорит нам, я тебе покажу дорогу кладу, вот ты его найдешь, но только отгадай мои загадки, отгадай мои загадки, вот сейчас мы тоже будем с вами отгадывать загадки, посмотрите пожалуйста, в чем смысл его загадок, попугай хитренький, но все-таки он хочет развеяться, и поэтому он нам будет загадывать загадки в основном из мультфильмов, и мы должны посмотреть, кто сказал вот эти слова, просто вам надо отгадать мультик и героя мультфильма, который это сказал, первая загадка, не прячьте ваши денежки по банкам и углам, несите ваши денежки, иначе быть беде, так, подумайте пожалуйста, еще раз, не прячьте ваши денежки по банкам и углам, несите ваши денежки, иначе быть беде, так, кто сказал, вот, подумайте, кто сказал, так, я вам скажу, кто сказал, это сказал Ход Базилио, там у него еще подружка была, Лиса Алиса, из приключения Буратино, вот они звали Буратино на поле чудес, в стране дураков, вот, и говорили ему, несите ваши денежки, иначе быть беде, вот, помните, я вас учила, что мы с вами договорились, что мы не будем быстро принимать решения, и не будем, ну, как бы, прежде чем принять решение, мы подумаем, помните, как думал путник о богатстве и бедности, кто из них самая красивая, мы не будем никогда спешить, и когда мы немножко подумаем, то мы поймем, что действительно мы не будем зарывать деньги в землю наши пиастры, которые мы заработали, потому что все-таки это страна дураков. Итак, если вы правильно ответили, то получили опять же пять пиастров, пять золотых монеток. Вот, напишите себе, что у попугая мы уже заработали пять пиастров. Следующая загадка. Опять к нам пристал попугай и спрашивает, кто сказал, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-то ненужное, а у нас денег нет. Так, подумайте, что это за мультик был, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Так, кто это сказал? Подумайте, пожалуйста. Так, отгадали загадку. Так, смотрим, кто сказал. А это сказал дядя Федор с простоквашина дядя Фёдор и так дядя Фёдор сказал правда угадали пять монеточек ваши молодцы пять пиастрых ваши так вот ещё одна загадка опять этот попугай не угомонится в наше время даже сейфу нельзя доверять как это сложно иметь миллион подумайте пожалуйста кого из героев мультфильма был миллион и вот этот вот герой так сидел эти денежки пересчитывал и вот так вот говорил как это сложно иметь миллион кто это сказал так подумайте пожалуйста это сказала белладон из приключения поросёнка фонтика и настолько это была сложная такая загадка что я вам даже вот мы с вами заработали не пять пиастров а шесть пиастров белладонная ты сказала с приключения поросёнка фонтика да вот она сидит пересчитывает и неохота это делать вот она говорит как это сложно иметь миллион ой так перескочила и так ну здесь вы быстро отгадаете следующая загадка кто сказал средства у нас есть у нас ума не хватает так средства у нас есть у нас ума не хватает это вы догадались очень быстро что это сказал кот матроскин из простоквашина но это легкая была загадка поэтому это такой предприимчивый был код это прям вот этого кота матроскина можно назвать настоящим предпринимателем потому вот я его немножко про предпринимателей сегодня рассказывала помните как он брал у колхоза корову потом это у этой коровы появился теленок и как он целый бизнес целый фермерский бизнес создал у себя вот талантливый был кот матроскин легкая загадка поэтому всего 4 пиастра мы на ней заработали 4 пиастра и наконец еще одна последняя загадка и мы сейчас получим дорогу нам покажет попугай как нам вклада нашего достичь и еще одна загадка ах владеть подвалом хорошо но еще лучше купаться в этих прохладных кругленьких монетках чудесно нырять в них как дельфин и как суслик в них зарываться подбрасывать их вверх и этим дождем наслаждаться так как то это сказал какой герой мультфильма купался в золотых и кругленьких монетках которые сейчас у нас все больше и больше вот в этих золотых монетках как дельфинчик в них нырял как суслик в них зарывался так давайте с вами вспомним так кто сказал конечно же сказал скрут скрут же макдак из утенных историй вот он в них наслаждается ныряет зарывается подбрасывает вверх смотрите как ему нравится вот если мы с вами правильно ответили на эту загадку то мы с вами заработали 6 пиастров 6 вот 6 пиастров заработали так и давайте с вами вспомним что у нас было пять загадок и ну в основном мы получали по 5 пиастров вот если вы правильно все отгадали то получилось 25 но за одну загадку мы там 4 за другой 6 и вот за последнюю 6 то есть получается у нас не 25 пиастров а 26 то есть вот 26 пиастров это те то богатство которые мы получили вот на станции на остановке финансовый пират финансовый попугай итак посмотрите пожалуйста у нас еще есть третье такое отделение в нашем ящичке нашем шкатулочки и мы если правильно отгадали все загадки получаем 26 золотых монет посмотрите пожалуйста вот когда мы отгадывали с вами загадки мы прошли по нашей карте сокровищ разные испытания мы не просто так получали эти деньги золотые монеты а мы с вами прошли много испытаний мы получили очень много знаний мы знаем как обойти финансовых мошенников мы знаем даже какие валюты есть каких странах то есть мы финансово получили дополнительные финансовые знания финансовое образование а что это как не наш клад вот я хочу вам сказать что благодаря тому что вы будете трудиться вкалывать я не знаю на своей фирме или но будете искать разные варианты работы то вы можно сказать будете человеком богатым будет будете бесценным человеком человеком кладом поэтому вот как определить сколько мы получили денег мы с вами возьмем откроем все наши ящички и посчитаем сколько золотых монеточек мы с вами заработали напомню что за первые в первом ящике максимально например у нас пять пиастров во втором у нас 25 итого 30 и в третьем у нас и 30 плюс 26 56 пиастров максимально то есть размер наших размер нашего клада максимально 56 пиастров но там зависит от количества загадок которые мы правильно отгадали но вот например вот у меня максимально 56 вот это размер нашего вклада еще вам хочу сказать что бы вы знали еще раз что те знания которые вы получаете это есть клад у экономистов он называется интеллектуальный капитал поэтому можно сказать что вы действительно получили клад и так давайте с вами теперь займемся дележкой нашего клада мы с вами говорили что когда мы экспедицию снаряжали то мы финансировали свою экспедицию и в ее финансирование мы принимали участие сами мы привлекали кредит и мы в нас соинвестировал пират и сильвер так вот нам нужно сейчас отдать им их долю и определить свою долю давайте с вами посмотрим как как же будем мы считать свою долю и так смотрите вот у нас есть клад мы его нашли нам нужно сейчас определить свою долю своя доля называется прибылью как мы будем определять свою долю мы из из доходов как вот должны вычесть все расходы вот тот размер вклада вот еще раз давайте сюда вернемся вот сумма вот этих вот пиастров золотых это наш доход сумма нашего дохода 56 мы максимально заработать вот посчитали сколько у нас в этом сундучке золота 56 пиастров а давайте посмотрим сколько у нас расходов а что такое наши расходы это кредит мы должны отдать и отдать долю инвестора отдать долю инвестора значит как мы будем считать кредит я хочу вам показать такую формулу размер кредита это сумму которую мы отдаем с процентами но здесь вот пример такой приведен 9000 у нас все-таки это 10 тысяч денежных единиц нам занимали плюс 10 тысяч умножить на единица плюс процент скобочка закрывается и мы в путешествии были с вами пять лет пять лет мы путешествовали поэтому значит вот в знаменателе 5 и причем за этот процент я беру в долях то есть вот если я сейчас вот хочу вам показать если например у нас процент по загадкам получился 10 процентов то значит вот r я пишу не 10 а 0,01 то есть я беру нет процентов а в долях если у меня там процент был 7 процентов то я беру не 7 процентов здесь цифру ставлю а 0 07 и когда я один плюс например одна целая 2 1 плюс 0,1 будет 1,1 я умножаю вот то что я брала 10000 на одну целую одну десятую в пятой степени вы можете это сейчас легко на калькуляторе посчитать здесь вот просто пример такой приведен и определить размер кредита который возвращаете кредит всегда возвращается по формуле сложных процентов сложных процентов вот вы когда обращаетесь в банк за кредитом посмотрите пожалуйста условия кредитования и вот там формула как по которой будет рассчитываться размер кредита она в договоре всегда указан указана и всегда там формула непростых процентов а сложных процентов вот я хочу чтобы вы научились использовать эту формулу f это фьюч и буковка в это валью объем получается фьюч и валью это будущая сумма кредита которую вы возвращаете через пять лет пять это количество лет в течение которого мы путешествовали вот через пять лет мы возвращаем всегда сумму большую чем взяли 10000 так я думаю что вы посчитали эти деньги но 10000 умножить на один одну целую одну десятую если вас 10 процентов был кредит в степени 5 посчитали теперь как нам нужно поделиться с сильвером как нам нужно поделиться с инвестором вот инвестор всегда претендует на долю в бизнесе как я буду это считать вот у меня есть мои доходы которые я получила например 56 пиастров 56 золотых монет я беру этот доход и умножаю на процент процент на которые мы договорились с инвестором он указан у нас был раньше когда мы условия финансирования экспедиции с вами обсуждали когда вы отгадывали загадки и шарады например если у вас 20 процентов как определить долю инвестора я доход например там 56 пиастров умножаю на 0,2 если у меня процент 20 процентов если у меня например там 50 процентов то мне придется отдать сильверу 50 процентов то есть я доход 56 пиастров умножаю на 0,5 если мы пополам то есть у нас долевое участие было пополам если 50 процентов вот какой у вас процент помните я вас просила записать когда мы отгадывали загадки и шарады вот таким образом мы с вами определяем наши расходы почему я так вздыхаю потому что но мы берем вдох деньги как бы свои дни чужие отдаем всегда свои это всегда неприятно мы так вздохну но долги всегда надо отдавать поэтому что мы делаем как мы считаем свою прибыль свою долю мы из доходов вычитаем свои расходы то есть еще раз сколько у нас денег было в сундучке например 56 пиастров я отнимаю сумму которую должна заплатить по кредиту и отнимаю долю инвестора получаю свою прибыль свой вклад чтобы я еще хотела вам сказать что когда вы получаете свою долю в наследство вы зарабатываете свой вклад то получаете свою долю вклада то вы должны не останавливаться на достигнутом вы должны сберегать и приумножать эти деньги и так придется делать всю жизнь чтобы быть свободным счастливым чтобы достигать своих целей я хочу вас предостеречь и от еще одной опасности есть много замечательных басней притчей о богатстве и бедности и хочу вам сказать что вот есть такая ловушка что ли богатство что когда у человека становится все больше и больше денег то ему становится все больше ему хочется все больше и больше их иметь и человек посвящает все больше и больше своего свободного времени наверное своего самого ценного ресурса жизни премия свободное тому чтобы искать пути максимизации своего богатства, своих денег. Я хочу предостеречь вас от этого и хочу сказать, что вот сегодня, путешествуя на острове Сокровищ, мы научились с вами понимать, что деньги – это очень большая ценность, что к деньгам надо относиться очень бережно, уважительно, что мы должны анализировать всегда, не спешить, когда распоряжаемся своими деньгами. Более того, когда мы научимся анализировать свои личные финансы, мы научимся планировать с вами, понимая, куда больше утекает наших денег, мы можем немножко перекрыть этот краник и сказать, что вот здесь вот я больше буду сберегать этих денег. Но в то же время мы должны уметь управлять своими финансами, но самое главное предостережение заключается в том, что деньги не являются смыслом жизни, не является максимизация богатства, не является единственной целью в жизни, что цель, у вас много целей в жизни, и деньги, ваше богатство, оно является средством достижения ваших целей жизненных, поэтому вы сейчас находитесь в замечательном возрасте, когда вы можете запланировать или формулировать для себя, «А чего же я хочу в этой жизни достичь?» Ну вот, примерно наметить, ну как бы, вот я хочу достичь там профессионального мастерства, я там хочу иметь семью и так далее, то есть вы можете запланировать, и потом вы немножко должны представить, а сколько вам нужно богатства, сколько вам нужно денег, чтобы достичь своих жизненных целей. Я хочу еще вам привести Аристотеля слова, Аристотеля, Аристотель был мудрейшим человеком, это был гений человечества, так вот он тоже предостерегал, в том числе Александра Македонского, которого учил, он говорил, что есть вот экономика, экономия, а есть хрематистика. Вот когда ты зарабатываешь деньги и планируешь, управляешь ими, чтобы достигать своих целей более важных, более значимых, то это экономия. А вот когда ты пытаешься заработать деньги, чтобы их просто было больше, как бы чахнешь над своим богатством, не тратя никуда, не проводя свободное время с друзьями, там с семьей, только деньги, вот это Аристотель назвал хрематистикой, такое очень не очень красивым словом, даже звучит плохо, хрематистика. Я желаю вам, чтобы у вас в жизни все-таки была не хрематистика, а экономия. И хочу закончить наше путешествие на остров сокровищ словами Сократа, который сказал, самый богатый человек – это тот, кто довольствуется малым, потому что удовлетворенность является богатством, данным от природы. спасибо вам за внимание, я надеюсь, что наше путешествие было вам приятным и полезным. Спасибо, всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.